Книга «Открытым оком», 4-й том, тема молитвы, вопрос 1223, Колосиным 1.9. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием боли его во всякой премудрости и разумении духовном». «Что значит по всякой премудрости?» – отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. «Люди, приходящие из мира, разные по уровню развития, образования, по талантам, и когда они делаются христианами, всё своё умение, знание должны посвятить Иисусу». Матфея 13.52. Он же сказал им, «Поэтому всякий книжник научен царским небесным, подобным хозяину, который выносит из сокровищницы свои новое и старое». «Во всякой, то есть и днём, и ночью, в семье, и на работе, с верующими, и неверующими, всюду сверять свою жизнь с Богом Божьим, и в этом вся мудрость. 1 Тимофея 4.16. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая и себя спасёшь из слушающих тебя». 2 Таразаконие 4.6. «Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». «Когда апостол Павел говорит о премудрости, то имеет в виду, что человек очищает себя постоянным покаянием перед Богом, будучи истинно обращённым ко Христу по Евангелию, и благодать очищающая постоянно научает его». 1 Иоанна 2.27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том прибывайте». «О, бывший Тать, о нынешний святой, всё зло своё перечеркнул немногим, перед безумной воющей толпой ты исповедал страждущего Богом. О, ты, который с Господом терпел, о, покаянием вырванный из ада, одна лишь правда ожила в тебе, что полон был ты всяческой неправды. И в этот миг, последний крестный миг, ты оправдал поруганного Бога, и капля правды, перевесив мир, ввела под своды райского чертога. О, Боже мой, распятый, как злодей, тебе, тебе с Отцом и Духом слава. Своим крестом ты разделил людей на тех, кто слева и на тех, кто справа. Гора Голгофа, Пасхи, Колыбель, шепчу одно неверными устами. «Душа моя, помысли о себе, душа моя, душа, куда мы станем?» «О, Матерь Света, не остави нас, взыщи меня, единая от рада, да живёт во мне хоть в смертный час разбойничья спасительная правда». Иеромонах. Роман, 1987 год. Богу нашему славу всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.